Траввайная система города Саратова, одна из старейших в стране, трамвай на электрические тяги начал движение в октябре 1908 года. Общий объем рынка перевозок пассажиров оценивается в 6 миллиардов рублей в год, из которых на долю электрического транспорта, то есть трамвай, приходится всего порядка 6-7%. Существующее состояние инфраструктуры и подвижного состава не позволяет осуществлять перевозки в необходимом для жителей объеме. Износ трамвайных вагонов составляет более 84%, контактной сети и тяга под станцией более 90%, трамвайного пути более 97%. В связи с этим было принято решение по участию области в проекте комплексного развития городского наземного электрического транспорта. Проектом предусматривается реконструкция трамвайной инфраструктуры. В 2023 году планируется реализация первого этапа работ маршрута 9 и 8, а также начало подготовительных работ по маршруту 3 и 6 и смешанного путепровода «Стрелка». Состояние путепровода оценивается как близкое предваренному и требует замены основных несущих элементов. Общая стоимость проекта – 17,3 млрд рублей, в том числе субсидии с федерального бюджета – 5,2 млрд рублей, это 30%. Заемное банковское финансирование ВЭП РФ – 6,5 млрд рублей, это 37,5%. Средства фонда национального благосостояния – 4,3 млрд рублей, 25%. И собственные средства инвесторы – 1,3 млрд рублей, 70,5%. Изначально планировалось реализовать проект в рамках четырехгодичного цикла. В настоящее время поставлена задача сократить сроки и обеспечить реализацию проекта за два года. Параллельно с реализацией проекта планируется при приобретении 71 единицы нового подвижного состава. В отношении Саратовской городской агломерации уже принято решение и одобрена заявка на приобретение в 2024 году пяти односекционных низкопольных трамваев в рамках федерального проекта развития общественного транспорта национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Приобретение дополнительного подвижного состава в количестве 66 единиц, в том числе 38 единиц двухсекционных трамваев для организации движения на маршрутах 8 и 9, 26 единиц трехсекционных трамвая для маршрута номер 3, 2 единицы односекционных трамвая для маршрута номер 6. Для решения вопроса обеспечения транспортной доступности на период реконструкции трамвайных маршрутов проведена аналитическая работа, связанная с подсчетом пассажиропотока в первую очередь, чтобы нам определить необходимость увеличения колесного автобусного подвижного состава, которое смогло бы привести требуемое количество пассажиров. Проведенные исследования показали, что в настоящее время по 9 маршруту у нас курсирует порядка 9 вагонов, имеется 33 остановочных пункта, ежедневный пассажиропоток с учетом пикового и межпикового времени составляет порядка 4,5 тысяч человек. По 8 маршруту курсирует 4 вагона, имеется 27 остановочных пунктов, ежедневный пассажиропоток составляет около 1 тысяч человек. В той или иной мере данные маршруты дублируются автобусами, автобусами-маршрутами. Таких у нас 14 маршрутов. По данным маршрутам также был проведен подсчет пассажиропоток и установлено, что из 180 единиц подвижного состава, согласно реестру, ежедневно по 9-8 маршруту переводится более 52 тысяч человек. Проведенные подсчеты и аналитическая работа показали, что озвученные ранее Алексеем Вячеславовичем 34 единицы подвижного состава способны вывести порядка 10 тысяч пассажиров дополнительно. Кроме того, как было уже озвучено в настоящее время постановлением главы города, принято решение об организации отдельного маршрута, это номер 19, который будет 100% на период реконструкции дублировать схему движения трамвайных маршрутов номер 9 и 8. Планируется поставка подвижного состава в количестве 20 единиц. Маршрут будет проходить от первого простяного проезда до Мирного переулка и полностью дублировать ту схему движения трамвая, которая имеется сейчас. Также проведена аналитическая работа, которая показала, что ежедневно по третьему маршруту курсируют порядка 37 вагонов трамвайных, имеется 40 остановочных пунктов, ежедневный пассажиропоток составляет более 16 тысяч человек в день. По шестому маршруту курсирует порядка трех вагонных, проходит через 25 остановочных пунктов, ежедневный пассажиропоток составляет около 1000 человек. В той или иной мере эти маршруты дублируют автобусные маршруты. Их всего 9. Аналитика по автобусным маршрутам показала, что 225 единиц, которые должны выходить ежедневно на линию, перевозят порядка 120 тысяч человек. Увеличение также намечено на 34 единицы, с возможностью перевезти пассажиров еще плюсом порядка 20 тысяч человек. Увеличение подвижного состава данных маршрутов составит 15%. Кроме того, у нас по тем же маршрутам примерно проходят троллейбусные маршруты, это 5, 5А и 10, которые также готовы часть пассажиропотока принять на себя. Далее, также постановлением главы города утверждены такие новые маршруты, как 9 и 9А. Эти маршруты также 100% будут дублировать, по крайней мере, девятый маршрут, это тройку. Трамвай будет проходить, он от 6-й дачной у нас до Мирного переулка со всеми остановочными пунктами, которые параллельно были по третьему маршруту. И еще один маршрут, это 9А маршрут автобусный, это так называемый автобусный маршрут экспресс непрерывного движения с остановочными пунктами на основных транспортно-пересадочных узлах, это 6-я дачная, площадь Ленина и Сенной рынок. Данный маршрут будет проходить через улицу Панфилово с выходом на площадь Ленина, в дальнейшем выход на улицу Шахурдина, которая является у нас, в принципе, довольно-таки высокой пропускной способностью, без каких-либо остановочных пунктов. Следующий остановочный пункт – это Сенной рынок, где разворачивается автобус и идет в обратном направлении. У меня вопрос по поводу усиления контроля стороны ГИБДД по маршрутам вот этих автобусов-дублеров, трамваев с целью неправильно припаркованных авто, подснежников, нарушения правил проезда перекрестка. Вот здесь будет ли усиляться контроль? Потому что даже вставший на аварийках любой автотранспорт на короткое время создаст огромные пробки по всему маршруту. Спасибо. Хочу заверить, что у Государственной инспекции имеется достаточно большой опыт при организации движения, при ограничениях движения по существующим дорожно-ноучным сетям. Мы работали при закрытии моста через река Волгу, при ремонте потепровода через Трофимский мост и так далее. Поэтому у нас опыт имеется, и, безусловно, мы готовы к выполнению таких задач. Будут создаваться дополнительные группы, которые будут отслеживать вот эти моменты, связанные с задержками движения транспорта по существующей дорожно-ноучной сети. По оперативному оформлению дорожно-транспортных происшествий хочу сказать, что будет тяжело, потому что всегда возникают вопросы при изъятии какой-то площади для ремонта существующей проезжей части и при отсутствии альтернативной, временной какой-то дороги. Но, тем не менее, мы эти все вопросы знаем, готовы и будем реализовывать все вот эти мероприятия, связанные с тем, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение и удобство для граждан нашего города. Добрый день, Чугунов Илья Сергеевич, Общественный совет представительской областной думы. У меня такой вопрос. В конкурсной документации на реконструкцию маршрута номер 9 был приложен технический отчет о состоянии путепровода через железную дорогу на по улице Степана Разина. И в выводах этого отчета указано, что данный путепровод и его состояние оценится неудовлетворительно, и даны рекомендации о необходимости ремонта этого путепровода перед проведением реконструкции. И главой Октябрьского района был дан ответ, что будут проведены работы по разработке проекта смеха документации на реконструкцию этого путепровода. Поэтому вопрос, на каком состоянии находится разработка проекта на реконструкцию этого путепровода, и необходимость этой реконструкции не повлечет ли продление сроков ремонта самих трамвайных путей. Перед тем, как проведено проектирование было по 9 маршруту, проведены обследования данного путепровода. Установлено, что необходимо в рамках реализации проекта по реконструкции трамвайного полотна провести определенные мероприятия, связанные с гидроизоляцией данного участка. А что касается остальной части, автомобильной части этого путепровода, здесь необходимо будет в рамках другого проекта проводить работы по приведению в надлежащее состояние. Общественник заводского района, пролетарка, знала Людмилу Гнедову. Скажите, пожалуйста, вот 19 маршрут, вы сказали, что будет дублировать девятку. Вот, она, получается, вторая пролетарка не дублирует девятку. Просим, и обращение делаем, лопать с Лопатиной горы на Чернышевского, чтобы у нас пустили транспорт. И второй вопрос. Подъезд будет организован к электричкам? И еще третий вопрос. С проездными билетами. Будет ли в маршрутках сохранены льготный транспорт? Пожалуйста. Что касается Лопатиной гора и улицы Чернышевского, мы, да, отдельно рассмотрим это предложение по организации или изменению схемы действующих маршрутов. Вопрос принят. По поводу подъезда к железнодорожным остановкам в прошлом, в позапрошлом году мы, в принципе, совместно с управлением железной дороги и представителями прошли, благоустроили все подходы, то есть сделаны тротуары, освещение, где это было необходимо. К сожалению, организовать подъезд мы не можем ввиду стесненных условий подхода, поскольку дорог там нет, там есть тротуарные части и застройки. Если говорить о сохранении проездных билетов, которыми сейчас пользуются на трамваях, к сожалению, это невозможно, потому что это виды различных перевозок. Перевозчиков у нас по маршруту много, и единый проездной билет невозможно применить к автомобильному транспорту, в автобусах. Я представляю интересы Киркского района, Схи, Кугачевских поселков, Чернышов, Любовь Васильевна. У меня вопрос такой. В связи с модернизацией, будет ли удорожание транспорта автобусного? Это первый вопрос. Второй. Откуда будут взяты количества автобусов для того, чтобы эту временную ситуацию надо перекрыть? Что касается первого вопроса по повышению стоимости проезда, повышение стоимости проезда не планируется. В принципе, по названным мной дублирующим маршрутам от перевозчиков не поступали уведомления о повышении, которые они обязаны представить организатору перевозок за 108 дней, по увеличению подвижного состава. При организации любого маршрута выдаются транспортные карты на то количество автобусов, которое должно курсировать по маршруту, и на количество автобусов, которые должны находиться в резерве. Со всеми перевозчиками мы встретились, со всеми имеют соглашение о возможности повышения количества автобусов. Еще раз повторюсь, как и в докладе, что это никак не отразится на других маршрутах. То есть с других маршрутов автобусы не будут сниматься. Интересует такой вопрос. Какая предложена альтернатива движения для улиц Гвардейская, Слоново-Астраханская? Улицы достаточно узкие, и, соответственно, строительные работы усугубят ситуацию. Хотелось бы узнать решение этого вопроса. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Действительно, у нас есть проблемные участки, и примером является улица Слоново, где на время производства работ где-то будет затруднено движение, где-то оно будет локально вообще перекрыто с временными ограничениями движения. Что касается, например, улицы Слоново, мы уже встретились и с подрядчиками, и с госавтоинспекцией, как будут организованы работы. Если озвучена улица Слоново, возьмем ее для примера. Есть первое, это перекрестки, где трамвайные пути пересекают автомобильную дорогу. Сегодня мы делаем улицу, например, перекресток Степана-Разина и улица Слоново, движение будет организовано по улице Слоново с проездом через перекрестки улицы Железнодорожная и улица Астраханская. На всех участках будут выставлены дорожные знаки, которые будут информировать водителя, по какому пути можно произвести объезд. Дальше мы открываем этот перекресток, работаем на перекрестке Астраханская-Слоново. Соответственно, проезды будут обеспечены по улице Слоново через Железнодорожную и Степана-Разина. После того, как будут выполнены работы по всем перекресткам, мы переходим к линейной части объекта тоже участками, чтобы не парализовывать движение глобальным. Это как для примера, как вы озвучили улицу Слоново. По остальным участкам также будет работа проводиться аналогично. Все мы их уже прошли совместно с ГАИ и с организацией, которые будут проводить работы. Увеличение маршрутного транспорта может повысить существенную нагрузку на дороги, увеличить риск образования пробок, в частности в таких местах, как, например, развязка на стрелке и иных проблемных точках города. Какие есть меры, чтобы такие риски сократить, нагрузку все-таки снизить и как этот проблемный аспект можно разрешить в текущей ситуации? Нагрузка на уличную дорожную сеть увеличится как с увеличением автобусов, так и с временным ограничением на определенных участках. Здесь единственным выходом является регулирование движения на этот период с установкой временных дорожных знаков, как тоже было уже озвучено. Это ограничение парковки на определенных участках, это совместная работа с ГИБДД по работе на перекрестках, то есть это где-то, наверное, скорее всего придется и в ручном режиме осуществлять регулировку, по крайней мере, в пиковое время, изменение режимов работ светофорных объектов. Мы к этому, в принципе, готовы, но сложности, безусловно, могут возникнуть. Председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области, Саратовского регионального отделения движения Матери России, многодетная приемная мама. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, будут ли сохранены льготные проездные для наших студентов в автобусах и маршрутном такси? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Но, наверное, в какой-то мере уже дублирует ранее заданный вопрос по поводу проездных билетов. Мы, наверное, с Министерством транспорта дополнительно это проработаем, но пока не видим правовых инструментов реализации данного. Мы надеемся, что наши студенты, которые добираются до ВУЗов и СУЗов, не будут высажены с автобусов и маршрутового такси. Спасибо большое. Алексей Иванович, это очень важный момент, потому что до этого речь шла о разных продуктах, которые давал СГЭК. Это месячные абонементы, десятидневные абонементы. Там, где покупая абонемент пакетом, уменьшается стоимость одной поездки. А речь идет о льготах и о студенческих и так далее. Поэтому на вопрос надо ставить. Давайте искать ответ. Вчера мы у Павла Вячеславовича Могачева встречались с железной дорогой, мы представители прорабатывали проезд на электричке. Там вот эти льготы будут. Поэтому здесь можно, будет альтернатива трамвая, можно на электричках проезд обеспечить, льготный. Я житель города Саратова, фамилия Гришанцов. Скажите, пожалуйста, вот все, что мы сейчас имеем, это диаграммы и так далее. У меня сложилось впечатление, это протокол о намерениях. Те вопросы, которые звучат, это вопросы подсказки, каким образом узкие места решить. А у меня предложение, возможно ли получить и у кого конкретный план мероприятий, состоящий из трех разделов. Финансирование, строительство и маршрутное сесть на период финансирования. В этих мероприятиях желательно задействовать следующие вопросы. Ну, номер по порядку, мероприятие. Далее, срок выполнения ответственный. И где получить эти мероприятия. Спасибо. Алексей Вячеславович. Спасибо за вопрос. Ну, что касается девятого маршрута, у нас уже определен подрядчик, у нас график работы есть, поэтому мы можем его предоставить. На выход уже выходит проект по шестерке. Объявим аукцион, также будет определен подрядчик, мы также график предложим. в том числе и стрелка. Также проведен аукцион, подрядчик есть. А также мы можем график предоставить. Проблем нет. Ну, может быть, это на сайте министерства все это выкладывается в сопровождении проекта. Мы продумаем, как это лучше сделать, как удобнее для людей будет. Мы говорим о том, что у нас добавляется большое количество дополнительного транспорта. Плюс люди сами по себе пересадят, те, кто не будут ездить на трамвае, на какой-то личный транспорт. Планируется ли выделение отдельных полос для общественного транспорта? Потому что люди должны все-таки ехать, а не стоять в тех пробках, которые и так сегодня есть. Например, тот же 50-й октября, по большому счету, достаточно загруженная дорога. Насколько это возможно и реалистично? Планируется ли выделение отдельных полос под общественный транспорт? Спасибо. В принципе, выделение полос для общественного транспорта невозможно из-за стесненных условий, поскольку тот транспорт, который будет перенаправлен на другие улицы, он просто заблокирует всю центральную часть города. И проехать будет невозможно, в том числе и службам скорой помощи и другому общественному транспорту, связывающим другие части города. Так как мы понимаем, что будет закрытие трамвая номер 10 на какой-то период, хотелось бы уточнить, на какой период мы будем закрывать трамвай и как будет увеличение транспортного маршрутных такси, потому что на данный момент, когда у нас случаются поломки трамвайного состава, те маршруты, которые есть сейчас, они не могут вывезти жителей о готовке. Когда мы начинали эту всю историю и при проектировании, мы сразу ставили задачу проектировщикам, чтобы избежать вот те вопросы, которые вы сейчас обозначили, коллапс, и разделили в частности трамвай номер 9 на несколько этапов, который затрагивает и 10 маршрут, чтобы исключить остановку сразу двух маршрутов, а в точности маршрут номер 8. Поэтому сделали четыре этапа. Первый этап будет от Палистинической до Огородной, это в апреле месяце, от Плочкова до Астраханская и Советская, это мая-июль, как раз тот период, когда встает у нас трамвай номер 10, чтобы к началу учебного года, к сентябрю месяца у нас трамвай номер 10 мог обратно функционировать. И такая же история у нас по трамваю номер 11. То есть у нас период, когда он встает, обозначен маем месяцем, чтобы он у нас мог ходить потом через депо. Мы делаем участки заезда в депо, это с улицы Степана Разина, извиняюсь, Степана Разина, с улицы Кутикова и с улицы Степана Разина. И тогда у нас на какое-то время трамвайный маршрут номер 11 будет ходить через Кирское трамвайное депо. Анвек Аполит Агирович, член Общественного совета Путинского района, слышал, вставал вопрос по 11-му трамваю и также много раз прозвучало по усилению именно автомобильного транспорта автобусов. Подскажите, сейчас по реализации проекта высвободится огромное количество трамвайных вагонов. Нельзя ли усилить действующие оставшиеся трамвайные маршруты? Потому что в час пик, в период с 7 до 9 утра, как минимум, на 11-й трамвай сесть очень тяжело. Жители жалуются, интервал огромный. Все эти вопросы со стороны предприятия мы отработали. В частности, у нас будут увеличены маршруты номер 11 до 18 единиц двух секционных трамваев. У нас будет увеличен маршрут номер 2, маршрут номер 5 и маршрут номер 7. Это как раз те маршруты, которые позволят альтернативно вывозить граждан из поселка Комсомольский. Летяк Сергей, депутат Саратовской городской думы. У меня вопрос следующего характера. У нас по маршруту трамвайному номер 3 по 50 лет октября под трамвайными линиями есть два подземных перехода, которые проходят непосредственно под трамвайными путями. Есть ли понимание, исследовали ли эти переходы? Может быть, они нуждаются в реконструкции? Если мы сейчас меняем рельсовое полотно, не потребуется ли нам в дальнейшем реконструкцию проводить? Спасибо. Хороший вопрос. 42-й микрофон. Да, спасибо за вопрос. В рамках проектирования маршрута номер 3 два подземных пешехода, а также лестничные марши, которые есть по этому маршруту, они вошли в реконструкцию и будут отремонтированы и реконструированы.